Здравствуйте! В эфире Вести Норильск. В студии Анатолий Аплеснев. Смотрите в этом выпуске. Трагическая случайность. В Норильске за одну ночь погибли двое грудных детей. Кандидаты нашлись в последний момент. За кресло сети менеджера поборются два депутата и безработные. Не оставят наедине с проблемами. Будущие мамы могут получить квалифицированную поддержку на протяжении всех девяти месяцев. Золотые хиты от лучших джаз-исполнителей. Для норильчан споют и сыграют музыканты Бразилии, Белоруссии и России. Сразу две трагедии произошло минувшей ночью в Норильске. Одна из них в районе Толнах. Без видимых причин умер пятимесячный малыш. Его обнаружил отец, когда подошел накормить и перепеленать сына. Основная версия – невыявленная инфекция. Еще одна детская смерть произошла по неосторожности. Около двух часов ночи в следственный комитет поступила информация о гибели трехмесячного ребенка. Мама вместе с сыном, принимая ванну, уснула. Когда проснулась, ее сын был уже мертв. Сейчас следователи проводят проверку по факту причинения смерти по неосторожности. Каких-либо оснований полагать, что в отношении ребенка совершено умышленное преступление у нас нет. На первый вид семья благополучная. Отец трудоустроен, имеет постоянный источник дохода. Мать занимается воспитанием троих детей. В квартире на момент осмотра был порядок. Все условия для жизни и воспитания ребенка были соблюдены. То есть это можно объяснить тем, что мать в результате утомления, потому что это было первоходночное время, в три часа ночи, просто уснула. Еще один инцидент с детьми произошел сегодня днем на трассе Лыкель-Норильск. Автобус с ребятишками, прилетевшими из соревнований из Новосибирска, стал участником ДТП. Водитель не уступил дорогу Камазу, двигавшемуся по главной дороге. Механические повреждения получили оба транспортных средства. Есть и пострадавшие. В результате происшествия пострадал девятилетний пассажир, который пристегнут был ремнем безопасности. Ушиб мягкие ткани носа. Сегодня завершился прием заявлений на конкурс на замещение должности руководителя администрации Норильска. 28 января состоится заседание конкурсной комиссии, где станет известен кандидат. Уже на следующий день на городской сессии победителя утвердят на должность сити-менеджера. Все соискатели, а их трое, подали документы практически в последний момент. Два человека. Это депутаты городского совета. Толстов Виталий Александрович, известный всем нам директор Норильских новостей. Это Андрушко Михайлович, тоже депутат городского совета. Он, кроме того, еще заместитель директора по финансовым опросам автоэкспорта. Временно неработающий Позняков Евгений Юрьевич. Насколько стало известно из документов, это кандидат, который ранее работал здесь у нас в Заполяном филиале, ГМК «Норильский никель». Работал на различных руководящих должностях. Ну а пока норильские парламентарии продолжают готовиться к предстоящей сессии. Сегодня в администрации Норильска на комиссии Гурсовета по бюджету народными избранниками были рассмотрены несколько важных вопросов. Один из них – утверждение лимитов дополнительных компенсационных выплат. Елена Степаненко продолжит. Заседания комиссии начали с обсуждения лимитов дополнительных компенсационных выплат. Деньги в бюджете на них уже заложены, причем с учетом ожидаемого повышения размеров ДКВ в четвертом квартале 2014 года. Лимиты дополнительных компенсационных выплат распределены по учреждениям местного бюджета из расчета на год с учетом повышения должностных окладов с 1 октября 2014 года на 5% Лимиты ДКВ по учреждениям краевого и федерального подчинения распределены из расчета на год с учетом повышения тарифных ставок должностных окладов с 1 октября 2014 года на 5%. Размеры ДКВ утвердили практически единогласно. Вопросы возникли у представителя фракции ЛДПР. Главный повод для беспокойства – насколько обоснованно распределены средства между управлениями и самой администрацией. Пропорции, указанные в представленных документах, волнуют некоторых депутатов, особенно смущает сумма компенсационных выплат для администрации – более 180 миллионов рублей. При том, что, например, на все управление образования с его школами и детскими садами – чуть более 230 миллионов. Подробный отчет о распределении средств решили предоставить Ольге Голицкой, поскольку она воздержалась при принятии решения именно из-за отсутствия важных бумаг. Нам информация, как я уже говорила об этом ранее на предыдущих заседаниях, информация нам дается обобщенная. Поэтому я не могу сейчас сделать выводы о том, насколько действительно правильно распределены эти лимиты. И мне, например, интересно, какие суммы будут в администрации города, в определенном управлении или в учреждении каком-то у людей. И, собственно, я считаю, должно быть все распределено справедливо. На встрече также обсудили внесение изменений в положение о порядке предоставления в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципалитета. Данным внесением изменений, которое было сегодня рассмотрено, у нас уточняются сроки рассмотрения обращений. Кроме того, регламентируется порядок согласования проведения капитального ремонта и реконструкции объектов. Изменения пришлось внести в связи с недавним инцидентом, когда норильских чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение федерального закона. В частности, одним из таких нарушений было затягивание сроков рассмотрения обращений по аренде. Теперь же, после внесения изменений, срок рассмотрения обращений будет строго регламентирован. Не более 30 календарных дней. Елена Степаненко, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Эти события главные, но далеко не единственные на этой неделе. О том, чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в итоговой программе Вести события недели с Татьяной Глебовой. Программа выйдет в эфир в воскресенье в 10.20 на телеканале «Россия-1». Повтор смотрите в понедельник в 21.30 на телеканале «Россия-24 Норильск». В помощь будущим мамам беременные женщины, оказавшиеся в кризисной ситуации, теперь смогут получить быструю и квалифицированную поддержку на протяжении всех девяти месяцев. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Центра милосердия». Организация выиграла грант в конкурсе социальных проектов за полярного филиала. Какая поддержка будет оказываться будущим мамочкам, расскажет Евгения Груздюк. По статистике, из числа беременных женщин до 8% находятся в трудной жизненной ситуации. В основном это матери-одиночки и социально неблагополучные женщины. Чтобы помочь им, и появился такой проект на базе женской консультации на Московской 7. Здесь всем нуждающимся окажут квалифицированную помощь специалисты по всем направлениям, в том числе дадут временное пристанище. А главное, дадут так необходимое общение с другими будущими мамочками. Все вместе они будут посещать тренинги психолога, где научатся правильно дышать во время родов. В рамках гранта приобретен новый аппарат биологической обратной связи. В женской консультации он уже второй. В частности, у нас сердечно-сосудистая система и частота дыхания. Они должны быть у нас в той норме, чтобы женщина была подготовлена к родовой деятельности, могла правильно вести себя во всех фазах сваток, в потугах, между потугами расслабления. Все отклонения видны на графиках. При их выявлении беременной женщине предлагаются упражнения. Затем результат снова проверяется на аппарате. Также мамочки могут посещать и фитнес, где они выполняют дородовую гимнастику. В рамках гранта в спортзал приобретены специальные маты и мячи. И, судя по эмоциям будущих мам, такие занятия им по душе. Ну, хорошее впечатление. Это, в принципе, я считаю, что это нужно вообще проводить такие тренинги с женщинами, девушками. То есть, как это все развивает. Некоторые не знают очень многого. Ну, во-первых, для некоторых это вообще как-то развлечение развеется, потому что период беременности достаточно тяжелый для очень многих. И в моральном плане, и физически. Поэтому это такая разгрузка хорошая. Чуть позже на средства гранта будут приобретены так называемые наглядные пособия и куклы. С их помощью будущие мамочки будут оттачивать мастерство пеленания. Евгения Груздюк, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Благодаря еще одной победе Центра Милосердия в грантовом конкурсе социальных проектов в Норильске появился телефон Милосердия. За два дня работы уже поступило более 15 обращений. Чаще всего звонят одинокие люди, пенсионеры и инвалиды. Обращаются и те, кто готов сам помогать Центру. Предлагают передать продукты, вещи и оказать другую помощь. Учитывая, что количество просьб и звонков теперь увеличится, Норильскому Центру Милосердия потребуются волонтеры. Телефон Милосердия не заменяет социальные службы Норильска. Проект призван поддержать существующие структуры и организации. Он дает дополнительные способы решения проблем людей. Мы стараемся выслушать каждого человека. И, естественно, по степени адекватности, важности причины обращения мы проверяем, достоверна ли эта информация. Обращался ли человек еще в какие-либо социальные службы. Также нам помогают работать юристы. Все телефонные звонки переадресовываются психологам, консультации социальных работников. Все обращения по телефону Милосердия операторы принимают с 9 до 15 часов. В остальное время звонки записываются на автоответчик. В Норильске завершилась акция «Студенческий десант». Студенты юридических факультетов на протяжении недели наблюдали за работой специалистов в различных подразделениях полиции. Патрульно-постовой службы, службе участковых уполномоченных, инспекции по делам несовершеннолетних, подразделения следствия и ГИБДД. Стажеры смогли на практике получить конкретное представление о будущей профессии. Но из-за сильных морозов увидеть удалось не все. Мало, конечно, мало. Плюс есть то, что еще погодные условия. Мы очень много не увидели, не узнали, что могли бы по квартирным вопросам проходить по неблагоприятным семьям. Но, к сожалению, это не удалось. Норильчан в эти выходные ожидает яркое культурное событие. Золотые хиты из разных музыкальных направлений исполнят молодые музыканты Беларуси, Бразилии, а также из северной столицы и Норильска. Подробнее Алла Долматова. Хитзеро Джек Рея Чарльза особенно популярна была в далекие 60-е. Впрочем, она и сейчас любима многими, в том числе и молодежью. А в новой интерпретации, в которой звучала на проекте «Голос», будет особенно интересно современным музыкальным гурманам. Михаил Истратов, выпускник Норильского колледжа искусств, идеолог творческого проекта «Артмост». Благодаря его усилиям на одной сцене собрались яркие представители музыкальной богемы сразу нескольких стран – Бразилии, Белоруссии и России. В данном случае он привносит часть какой-то бразильской культуры в нашу европейскую. И у нас все получается такой симбиоз европейской музыки и бразильской. То есть мы не будем играть чисто что-то бразильское. Это все будет как-то соединено с европейской культурой, в европейской манере и в европейских аранжировках. Юзари, он же Юрий Навроцкий – артист, композитор, аранжировщик и исполнитель, обладающий огромным голосовым диапазоном. Его творчество стало заметно на мировой сцене в 2011 году, когда он стал лауреатом международной премии «Новая волна», а в прошлом году финалистом конкурсного отбора на Евровидении от Белоруссии. Музыку любит во всех ее проявлениях, поэтому уверяет – концерт понравится слушателям с разными музыкальными пристрастиями. В этом концерте будет просто такие многообразия стилей – фанк, соло и так далее, которые в принципе с чем-то связаны с поп-культурой на сегодняшний день, особенно западной. На мой взгляд, да, это безусловно будет любому человеку интересно, потому как, во-первых, стили эти развивают какой-то такой вкус. Выступит на норильских подмостках и Марина Квачева – джазовая певица из Санкт-Петербурга, а также автор песен на русском и английском языках. В программе норильчане смогут услышать и ее собственные произведения. Джаз-мост будет проходить два дня – сначала в арт-холле, потом в Норильском драматическом театре. Алла Долматова, Сергей Карпов, Вести Норильск. Жители рудной столицы могут насладиться всеми красками заполярной зимы. В Толнахе открылась выставка, посвященная самому холодному времени года. Именно с нее стартует череда мероприятий, посвященных двум юбилеям – 75-летию Музея истории освоения и развития НПР и 35-летию Толнахского филиала. В экспозицию выставки вошли полотна известных норильских художников, и каждому из них удалось по-своему удивить посетителей. Первыми посетителями выставки стали толнахские школьники. Работы мастеров поражали своим реализмом. Примечательно, что каждый художник увидел толнахскую зиму по-своему. Для кого-то это небольшая избушка посреди тундры, для кого-то заснеженная церковь. А один из мастеров и вовсе изобразил зиму в стиле сюрреализма. Ребята с интересом рассматривали картины и рассуждали о них совсем не по-детски. Мне очень эта выставка понравилась, потому что она раскрывает суть толнаха нашего города. Ведь это очень интересно узнать, какой у нас город. Это полезно для общего развития и для своего личного развития. Мне очень понравилась картина «Сумерки». Когда смотришь на эту картинку, которую рисовал художник много лет назад, представляешь, чем он жил, как он жил, как выглядели раньше дома. К сожалению, раньше эти полотна были недоступны для просмотра. Такая объемная выставка открывается в филиале впервые за много лет. Дело в том, что Толновский филиал музея в силу объективных причин не имел возможности выставлять картины, фондовые именно картины, потому что здание не позволяло этого делать. Но так как в 2012 году Толновский филиал музея открылся в новом помещении, в новом здании после хорошего ремонта, теперь мы такую возможность имеем. «Краски зимы» – не последнее мероприятие, посвященное юбилею. В ближайшее время здесь состоится праздник Солнца Хейра. Маргарита Батыченкова, Евгений Жуков, Вестих, Норильск. Ну а посмотреть на заснеженные просторы Таймырской тундры можно, не выходя из дома. О жизни обитателей одного из самых северных поселков полуострова Таймыр вы узнаете из продолжения фильма «Хатанга. Правда на двух полюсах». Передачу из коллекции Золотого фонда ГТРК «Норильск» смотрите сегодня в 21.30 на телеканале «Россия-24 Норильск». В Дудинке завершился восьмой турнир по русскому бильярду «Пирамида» на приз главы города. В этом году в состязании приняли участие наибольшее количество бильярдистов. Михаил Чечелев расскажет подробнее. Пирамида разбита, и вот первый шар летит в лузу. Игроки выбирают подходящее место для удара. Напряжение растет, но спокойствию участников можно только позавидовать. Зрители восторженно восклицают при каждом забитом шаре. Не все удары точны, случаются и промахи. Участник турнира Павел Кондрин спокоен, увлечен игрой с 1997 года. В бильярдный зал приходят при каждом удобном случае. Тренировка, тренировка, тренировка. Везде труд нужен, везде практика. Просто так ничего не дается. Павел уже занимал первые места в городском турнире. И этот год не исключение. Он с блеском выиграл пять финальных игр из семи у своего главного соперника Артема Литвиненко. Который также играет в бильярд не первый год. Серебру состязаний рад, так же как и участие в пирамиде. Я этот год не готовился, но больше в принципе не рассчитывал. И так нормально для меня получилось. Турнир продолжался на протяжении двух недель. За это время в нем приняли участие 34 игрока. Все мужчины проведено более 100 поединков. И в финалу, конечно, остаются самые сильные. Но обычно традиционно у нас выходят те люди, которые, в общем-то, у нас и занимают первые места. В зависимости, там, в разные годы, в разные годы. Но примерно 5-6 человек, которые выходят, ну, скажем так, самые сильные участники турнира. Павел Кондрин в этом году не только одержал победу, но и впервые за всю историю турнира стал победителем, который выбил 8 ския. То есть 8 раз подряд забил шар в лузу. За это он награжден не только главным призом главы города, но и дополнительным подарком. Михаил Чечелев, Анна Килина, Александр Стахнев, Вести Таймер. Далее в выпуске прогноз погоды на завтра. Далее в выпуске прогноз погоды на завтра.